Субтитры подогнал «Симон» 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 Это, вы знаете, заявка действительно на победу Уже берут все свои возможные способы Все, кстати, тузы вытаскивают из кармана И пытаются сейчас, ребята, из Фердепатра выиграть Ну, Дазлом отвечает Аэрогейминг В Рейвкинг от ФД И последний пик в этой стадии забирают Фивера Получается, сформировали трипло Аэрогейминг Причем достаточно агрессивная трипла такая С тремя рейнджевыми персонажами Которые вполне способны пойти на сложную линию, например, повоевать Вот, и... Есть дум, есть дум, скорее всего, на оффлей А, команда ФД, Вайпер Есть, наверное, в качестве Какого-то Керри Героя Может быть, Семи Керри Да, значит, профит у нас идет на сложную Тинкер, скорее всего, в мид, в Рейвкинг в качестве Семи Суппорта Здесь вроде бы понятно Акса банит ФД в последней стадии банов Ну, и Эрро тоже должен кого-то забанить Ну, по идее, должен отправляться в небытие У нас Суппорт какой-то неприятный для Эрро Да, ну, вот я нашел, собственно, дотобав Товарища Чейнса Я думаю, кому интересно, может тоже посмотрите Тут на данный момент у него 772 игры с игры на этом персонаже Винрейт 78,37% Вдумайтесь в эти цифры Прочти 80%, то есть он в 8 катках из 10 выигрывает И это среди 772 матчей Да, ну, тут играет он на нем, конечно, просто супер Посмотрим, что у него в этой карте получится Но уже в команде Эрро Гейминг будет не так-то просто Я уверен На все 100% Так, ну что у нас Минус Виседж Эрро Гейминг Да, банит Суппорта неприятного для себя Ну, и по одному пику осталось сделать Дисраптор Вот тот самый Суппорт заезжает ласт пиком В целом неплохо, конечно Его действие, что он будет весьма к месту Весьма кстати Ловит того же самого вивера Это хорошо Это очень-очень хорошо Так И ласт пик от Эрро Гейминг Ну что Что же возьмут Эрро? Кого-то в мид нужно брать И, скорее всего, персонаж будет против Тинкера Однако тут возможны какие-то изменения То есть Тинкера можно поставить вообще Ну, любой лейн, по сути дела Да, и он оффлейн А эншотов можно ставить Вообще по-разному использовать Можно в мид Я вот думаю, что все-таки он в мид пойдет Там спокойно будет качаться Значит, профит на сложную Три пласты свайперы, например Это весьма неплохое решение Три пласты свайперы можно поставить Даже на сложную линию Тут вполне Они, думаю, смогут отстоять Да, так что Окей Ну, Эрро Гейминг Класт пик Дождемся их выбора И будем переходить непосредственно к этой катке Еще раз напоминаю, что это четвертая карта И Сегодня вообще у нас по программе На каждом стриме по 7 матчей Так что Мы пока на золотой середине находимся Вот Но матча еще впереди будет много Закончим мы с вами уже Ближе к вечеру Так что устраивайтесь, дорогие друзья Поудобнее Запасайтесь питьем Какой-то едой И готовьтесь смотреть Настоящую элитную Азиатскую доту Конечно же Ну что, Джонни Джонни, Ласт Пик Что берем в мид? Хватит, хватит умыть уже Уже осталось всего лишь 20 секунд, Джонни Дождемся Дождемся, вот он Queen of Pain Собственно Arrow Gaming DDZ на ней будет исполнять Собственно Сделали ставочку на этого Мидера Посмотрим, как он зайдет На самом деле Персонаж, который обладает хорошим АОЕ прокастом По-моему, даже Наверное, единственным вообще В своей команде Который будет хорошим АОЕ прокастом Обладать Собственно Окей Пусть будет такой персонаж Так, поставлю нам Шонгейм Вот он нам Шонгейм Вот призовой фонд у нас уже обновился Составляет уже 5 миллионов 120 тысяч И продолжает, конечно же, расти Поэтому поддерживайте, таки, друзья Турнир Покупайте Компинтиум Там много всяких Прикольных штучек есть Так, ну и Поставим вас на Найс Давайте смотреть Arrow Мазун будет играть у нас на Дазвике DDZ играет на Queen of Pain Джонни будет на Шаду Демоне Ксянгзай будет играть у нас на Вивере Ну и Лэнс на Думи Ребята из Ферджипата Тот самый Скрипт Будет играть на Врейв Кинге Здесь он называется Вакен Лэнд Ну ладно, пусть будет Вакен Лэнд Лаби будет играть на Дисрапторе И, конечно же, Чейнгз на Тинкере Будет исполнять Ну как иначе КАС на Вайпере Ну и Дафа на Нейтшес Профити А сейчас Всем советую просто сейчас пойти Включить ДОТВ Зайти в эту карту Нажать Режим Просмотр игры от Тинкера Ну, можно еще не сейчас Где-то ближе уже к мидгейму И просто посмотреть, что он вытворяет Я думаю, вы останетесь довольны И там будет Итак, у нас 30 секунд до Спану крипов Лэнд отправляется на Думе Все-таки в легкую линию Трипла в сложную Да, вот мы об этом С вами тоже говорили То есть Трипла Очень-очень сильная Три рейнджевых персонажа Они вполне могут пойти сейчас На сложную И там Собственно, повоевать И пытаться уничтожать противника Ну вот, видим, что здесь Тинкера отправили На легкую Доверили ему, собственно, фарм Видите, он все-таки Будет стоять в Вайперс На сложной линии Начал спрофит как оффлей А тут два супорта Знаете, таким Перемещающиеся Супорты будут Ромящие, убивающие Непрощающие Проклятим за исполнением, конечно Ну, клава против Вайпера Такое себе противостояние Скажем, вряд ли Кто-то кого-то сможет убить Скорее просто будут Заплевывать Один даггером То с проклятием накидывать Да, вот эти вот яды Второй просто будет Поездом атаками закидывать В общем Друг друга будут развлекать Снизу Дум Против Нэчиспрофита Ну, здесь такая Такое себе противостояние Получится Вроде как Нэчиспрофита Проблем быть На этой сложной линии Не должно То есть Даффа спокойно Вывезет себе Какие-то шмотки И все будет окей Ну, вот пока Видим, Лэнс отправляется В свои леса И хочет Какого-то крипочка Пожирнее сожрать Чтоб на линии Стоялось проще Ну, и на топ-лейни Конечно, трипла против триплы Очень интересно представить А теперь им спрятали Уже Чейнса Большие проблемы у тинкера Подхилили Чейнс пытается уйти Просто Райт кликом К там ворот Ну, что-то плюшка залетает 83 кп осталось Теперь уже проседает Врейт Кинг Как же агрессивно играет Ребята И зерва Смотрите С самого начала Пытаются ставить противника Слушай, ну, демон Правда, чуть не отъехал Ну, вроде все обошлось Нужно отхиливаться сейчас Отхиливаться спокойненько Выжирает тангостики И вроде бы все окей Ну, готов Джонни Опять врываться Есть дисрапшн Тут уже Лаби Рискует подставиться Ну, это вот, знаете Это не такая комбинация Как, например Шеду Демон плюс Мирана Которая практически В 100% случаев Дает фраг На начальной стадии Здесь все-таки Активного стана После дисрапшна нет Есть только подхил Который достаточно Много магического прокаста Выносит Ну, он, во всяком случае Не притормаживает оппонента Ни в коем случае Не станет его И не замедляет Поэтому ребята Просто райт-кликом Убегают к своему тавру Так, ну и продолжаем Смотреть, конечно Чую, что ферзбат Будет именно на топ-лейне Вопрос тут, кто подставится Здесь у нас, видим Мазон подходит Нейтралов Пытается на себя Отвести Не получается, в принципе, это сделать Но что-то тем он подтягивается Они вдвоем пытаются Воровать экспу И воровать этих нейтралов Лаби один Пытается ласхитить Ну, а чейнс пока видим Через лазер покачивается Состоит Под своим тавером Второй спелл не вкачивает Пока еще думает Что ему здесь пригодится больше Ну, начнется какая-то инициация Например, по тавру Конечно же, нужно будет Marshall Machines Если же нет То можно, в принципе, ракетки Какие-то прокачать Желательно пока просто оставить Непрокачанным спелл Так, DTC Ноль талисман Левел третий Ну, все на один Вкачан достаточно Стабильный такой Сбалансированный, я бы сказал Скилл билд У Вайпера Тоже все на один То есть, достаточно Стандартно раскачиваются У нас два мидера Ну, по КС мы видим Пока КОП 8 на 5 Вайпера 6 на 5 Немножечко получше DDZ Но это пока То есть, пока на логграунде Стоит DDZ Поэтому, как это количество Крепочков он не добьет Снизу у нас все временем Doom Doom 12 на 5 Нэрис профит Это 6 на 1 Тут, конечно, Doom Два раза перекрешивает Своего оппонента Но, собственно Ему попроще стоять Ее пробить не так Тут же легко Есть Сталт Шилд Конечно же Дваур Через который он Крепочков Сжирает просто Да, ну а Дафа Даф, пока сапог Блэйдс фатак Левел третий Немножко разный Значь, конечно же У этих двух Оффлейдеров Получается Если же Нэрис профит Нужно будет Быстрее уфармивать Себе экспу И получать левел Чтобы сплитпушить Тотому нужны Какие-то артефакты Серьезные Для того, чтобы Устраивать замесы И в них, конечно же Выживать и танковать Так, теперь у него могут быть Проблемы в Рефкингаде Срапшут хорошо его спрятал Есть Салкетчер Вивер пошел Пошел под шокучами Пытается пробить На развороте Стал хорошо подфили Большие проблемы Он в Рейпинггай Он отправляется в таверну Это Ферст Блад Приходит Чейнз Лазером Приговаривает шту демона Один в один пока размен Пытается убить еще и Лаби Вызывается марш У машин Ставит скейлтикфилд В принципе неплохой Кикикфилд Но умирает У нас здесь Раптор Адаптит ли Чейнз Чейнз гстит Делает даблкил Ну и пытается уйти У нас Ксянгзай Спруты Сбивают ему тут хилочку Так, сейчас у нас будет Шокучи Шокучами пытается уйти В Рейпинг здесь И... Ну, вроде выживает Ивер Не получится, скорее всего Дестазать Или Дестазать Нет, Чейнз Ну-ка, приговаривает Лазером Это триплкилла Чейнз Она Топ-линия Это Чейнз Он уже начинает Он Раскликался У него уже все хорошо Триплкилл оформил Денег много Сапог 0 талисман Тысяча монет Левел 4 Все по плану идет пока 3-2 в пользу ФД Пятая минута встречи Так, ну и вот Тем временем Лэнс нас Остался один на линии Ну да, там у нас Тэш-6 профи Все-таки помобильнее Персонаж Поэтому смог прийти Помочь своим тиммейтам Но Лэнс пока помочь не может Но он потом зато поможет Очень сильно своим Ребятам Фэйзы у него есть Есть Квилинг Блэйд Левел 5 Мы видим скоро появится Левел 6 Продолжает мучать крипов Ну и оставим его на линии Спокойно Одного Пусть там разбирается с крипочками Миди у нас квапа 22 на 7 Третий у него скрим Прешил промахстить Именно этот спел Ну и талисман Сапог Есть боттл Боттл руна регенерации КС Так, покупает себе Рецепт на бакл Да, будет Миканс Регенерация подхиливается И все становится Опять хорошо Ну тут смотрите В ревкик В ревкинг у нас умирал Умирать больше не хочется Отходит подальше От шату демок Квапа В миде В соло Вайпера забирает Только получает Соник Вейв Моментальная реализация Прокаста Ну там мы помним Да, ревкинг Регенерация он проюзывал Поэтому монопул Полным И Хорош, хорош 3-3 сравнивает Еще от нас Ну это уже конечно Натерение снизу Смотрите Лэнс пошел по Тауэр Пытается уничтожить Нэнш-Профит Нэнш-Профит пытается Мансовать Отозначно будет Отъезжать в таверну И Лэнс Скорее всего выживет Вайпер пытается догнать Есть поезд на атак Фейзы уже есть у Лэнса Отхиливается Пытается Мансы Тоже Смотрите Еще подходит тиммейт Я думал на разороке Пытается подраться Но тут Решили поспокойнее сыграть Думал просто Сделал тэп аут И ушел Ну вот Этого у них не отнять Раз ДДС Так вот Ну прямо скажем Убивает Вайпер в миде Один на один Дум снизу убивает Нэнш-Профит Один на один То есть ну Тут уже ничего не поделать 4-3 пока В пользу Эрро Ну седьмая минута встречи Конечно же Вся надежда ФД Теперь только на Этого Чейнса Чейнс который будет тащить Он должен тащить Левел пятый Третий марш в машинс Тысяча 300 монет Ну по это дело Будет держать деньги На Бутсов Тревел Там с Бутсов Тревел Тут уже попроще дела пойдут Можно будет и сплитпушить Там помогать своей команде И прочее Интересные штуки вытворять Фейзи Энш-Профита Такой небольшой Сва-плея у нас получился То есть Вайпер решили Оставить против Дуба Думает что Энш-Профиту будет полегче В миде Я бы не согласился С этим мнением Ибо ДДЗ убивать Энш-Профита Намного проще Чем Вайпера Опять же Только откатиться Санинк Вейф Я думаю ДДЗ Долго думать не станет Прыгнет по Тавер И сделает фраг Пока еще Энш-Профит живет Ну 480 поэт Понятное дело Будет выходить через Мидаст И стандартный Дефолтный Энш-Профит будет В лесах В Рейф Кинг У нас сапог Пока левел 4 Но он 7 и суппорту Делает стаки Подготавливает Такую площадочку Скажем для фарма Чейнсу Чтобы через марш Машинство пришел Вывез себе какой-то Бутсов Тревел Быстрый Какие другие шмотки Тереним атака пошла Ой Вайпера большие проблемы Есть дисрапшн Конечно же Солкетчер Латс там приходит Конечно делает Сейф-ТП Но что ж Помогут или не помогут КС будет умирать Джонни получает Смотрите Шеллоу-Грей Факен Ой-ой-ой-ой-ой В Рейф Кинг конечно делает Фраг Кто тоже будет сам умирать Ну и проблемы большие У нас с Энш-Профитом Тоже умирает Даблкил от Ленца Эти сейф-ТП Были явно не их месту Ну и Очень четкая конечно Игра от суппортов Мазун Шеллоу-Грей Был очень вовремя кинут Благодаря этому Конечно здесь Снова выиграли Драку Ребята из Энн Номентально будет Сплушивать Тауэр Здесь Трипла Плюс Сейдж Крит Надо моментально Разбираться с Крипочками Мазун Есть у него Шотов Вейв Конечно же Третьего уровня С Критами Будут расправляться Очень быстро Пытается Смотрите Сделать Стакен Для Чейнса Но Тауэр падает Здесь уже Глиф Фортификация Был потрачен Лэнс принимает На себя удар Крипы Новая пачка Подходит И можно Убивать снова В Рейв Кинга Смотрите Заходит ДДЗ Дает Шадоу Страйк Поизон Тач Большие проблемы У этого В Рейв Кинга Опять Он будет отправляться Тавер Уже в третий раз Крим Без шанса Просто без шанса Да еще и Тавру Как же неприятно И как обидно Ну вы знаете Такие скажем Детские ошибки Сейчас совершают Ребята из ФД То есть Ну зачем Вот этот вот Один пришел Без Вижена В Рейв Кинга Что он здесь может Делать Какой из него деф Ну странно Очень 8-4 В итоге Два раза уже Обыгрывает По киллам Эрро своих оппонентов Ну и грустно Грустно Девятая минута встреч Подходит к концу Смотрим на графики Видим Уже 5000 плюс Ребята из Эрро По их спе 3000 Это всего лишь На девятой минуте Это очень много Это очень-очень много Да Это дела Ну сами себе Яму вырвали Ребята из ФД Я не знаю Как они из нее будут выбираться По всей видимости Руку помощи Должен чейнс именно протянуть И сказать Ребята давайте Подтягивайтесь ко мне Вот туда Где я сейчас нахожусь Давайте тащить эту карту Покупает себе Он Бутсов Тревел В принципе Неплохой тайминг В 10-й минуте Левел седьмой Вариарм вкачан Видим Появляется еще и Headseeking Missile Ну и в миде Попытка атаковать Сейчас будет наверное DDZ Ну не знаю Ну в Рейв Кинга Просто стан такой То есть он летит миллион лет И всегда можно От него уйти Просто blink out И все Ты жив Здоров Дафа Ну после двух смертей Покупает себе Глаус оф хест Мидас у него появится Ну и совсем ранний Опять же не самый быстрый На карте Вообще Не самый быстрый За историю доты Но тем не менее Он будет На другой стороне Это ребята Ребята из фд Поздновато Шаду демон Получает стан Ставит спрут Триди Снапшн сам себя Кидает шаду демон Мазун будет подхиливать Мазун пытается жить Там приходит Ленс Нужно жить подольше Так есть шеллоу грейв Мазун сам проседает То шеллоу демон Ну то есть Два суппорта Которые по сути дела Могут Очень долго жить Да То есть Здесь показывают Нас мастерство владения Блинком Ну будем считать Что так и задумано Кусты И сделал тэп аут Так вот Шаду демон Тебя может Дистрапшн скинуть Да То есть На какое-то количество Время он выбывает Из драки И противники теряются То есть Не знают кого бить То же самое И Дазла Казалось бы Дазла фокусишь Он у тебя накидывает Шеллоу грейв И опять же Как его пробить Непонятно А за это время Спокойненько Там думы приходят Подскорочит орфом Накидывают свои думы Папа конечно же С бешеным магическим прокастом Свою роль выполняют На 5 с плюсом И драку выигрывают Ну в результате Мы имеем то что имеем 12 на 6 У нас Стат по киллам 12 минута встреча Ну и преимущество Конечно же растет У ребят из Аэро Уже порядка 7 тысяч Путинкам по экспе Около 5 Пайпер Без Меканзман Без Меканзман 12 минута Хедрезочка есть Есть Баклер Пытается фармить дальше На топе К Сянгзэй кстати Замеск особо-то не участвовал Была одна смерть Два ассиста Ну просто пытается фармить Это такой знаете Запасной план У команды Аэро Тут ФД Пытается ввести Тавер Марш оф Машинс Ривер забегает Там с этой вар стоит Он прекрасно понимает И лезть из-под Тавера Никуда не стоит Ну потянулись тиммейт Но теперь уже можно Пробовать разрезать Какую-то драку Врат в прежнем Конечно Эти персонажи Уизимы От маршу Машинс Под него вставать Ни в коем случае нельзя Так вот Тинкер заходит Очередные маршу Машинс Снежисколы Даззл У нас у Тавера Мэрис таклит Вив Врат в те временем Видим пока Пытается дефать Тавер В это время ДТС у нас Мит подпушивает Кстати в соус Досит Тавер А снизу в принципе Дым занимается тем же самым А здесь Тавер-то и не сломали ФД Просто потратили Очень много времени В никуда практически Так Теперь они уже Полным составом Здесь собрались Пятером Будут продолжать Давить этот Тавер Здесь есть еще Глифф Фортификейшн Подерутся ли ребята Из Эру Или отдадут Тавер Циангзай Пытается стянуть Здесь крифовичков Вот он Глифф Фортификейшн Но Тавер Стоит Давай СТП Лэдзи Яй Да ладно Дум вайпера моментальный Ну Брэйф Кинг Здесь конечно Это значит Что будет умирать В принципе На него забивают Пытается уйти У нас КС Смотрите Такое бешеное Замедление От Рэфкинг Гай Хороший рассказ На ТВ по всем Выдает свой Соник Вейв прыгает Дальше С Кримпу Суппортом Остались на лоу ХП Рэфкинг разворачивается Принимает на себя Он весь урон Пытается цепить чейнсы Чейнс Тепаут Не дадут сделать Конечно же Минус 2 Лоу ХПшный ФД Пытается уйти Цепляет Рэфкинг Гай Это минус 3 ТВ глипсанули В погоню идет Лэрс до конца За лаби Лаби Без сапога Лаби Кугает сапог И Шок Вейвом Приговаривает его Дум Это минус 4 Как же четко Играет Эро Такой хороший Тимплей Потрясающий вырыв Хорошая инициация И реализация На 5 плюс Своих персонажей Конечно Да, вы посмотрите На эту папу Которая сми До 6.03 Смотрите на Дум У которого 5.07 С нижнего лейна Вот вам соло персонажи Которые не умирали И практически Выносят вдвоем Перед ногами Тех противников Да уж 14-е минуты встречи Вы знаете Сдается мне Что не сможет Чейнс К сожалению В этой карте Вывести эту карту Ну точно Перевернуть Сделать Переворот Как же старается Видим 3-2-1 Ну не вопом Единственный положительный Стат в команде Если я не ошибаюсь Ну так и есть Посмотрите 1-4-0-3-0-2-2-5 Только перед вау Чейнс Так Ну ДТЗ уже Развлекается снизу Нэш-Профит Забрал Который пытался Сплитпушить Ну тут Такое себе Это решение ДЗ тут уже Со вторыми Некрономиконами Кстати На 14-й минуте Not bad Тут уже и Третий Некрономикон На самом деле Денька хватает А третий Некрономикон Уже купленный Ну Некра Здесь нужны По большей части Для того Чтобы просто Врывкинга Мучить Отправляем Некрономиконы Райт кликом На Врывкинга Они всю жману Ему сжигают У него перерождения Не бывает Левел девятый Продолжает фармить Дальше Лабби у нас Сапог Левел четвертый Вайпер Мекканцев Себе наконец-то фармил Ну и У остальных ребят Ничего нету Все артефакты Которые есть у команды Ферти Паттерс Заточены как раз На чейнзе Подфармливать Пока энш Появляются у меня Солари Левел восемь Ну просто У ребят из эра Уже топовые артефакты На карте Просто топовые Посмотрите На этот нетфор Ну вот топ-3 Причем Квапа Иду Опережают Ближайшего преследователя Из рядов Оппонента На 3000 На 16 минуте всего лишь Это очень сильно Это подсмоком Забег в чужие леса Сейчас найду здесь противника Вот он здесь Тинкер Вот так у нас Влетает лэнс На тагере Хоть бусер У него имеется Чейнз Вот он Чейнз Здесь стоит Нужно кого-то цеплять Лол Мазучик не поставился Ставится 3 вард Видок Сянгзай Сянгзай конечно свой Да Тут Чейнз Свой сбивает ТП Чейнз Получает дума Это значит наверное Ну приговорил Еще ТТЗ Своим ультимейтом Глипсанули ТТЗ Успел он забрать Еще один фраг Это минус 2 Дисрапшн ТТЗ возвращается Сейчас будет скримить Дает скрим КС там у нас значит Будет умирать Умирают еще и врифтинг Минус Пайпер Триплкиллбайк Вапа Ну и в принципе уже Наверное можно писать ГГ Уже в этой карте Наверное все ясно Ну Если я не ошибаюсь Уже за Сегодняшний день квалификации Эрроуд Своих каких-то оппонентов Выигрывали 17 минут В целом Они начнут Напоминать Такую Машину для убийств Или так Артол какой-то Который прокатывается Прямо по команде Противникам И стирают Из лица этой карты Так примерно Происходит Сейчас из команды ТТЗ 21-6 Счет У нас 17 минута встречи Преимущество Составляет уже 14 тысяч По деньгам По экспе Больше 12 тысяч Ну и как я люблю Это говорить Такое уже Не отыгрывается Да ДДЗ покупается Яблевинстав После третьей микро В 10-04 У него кстати стат Бенкотлайк Все отлично Аганим появляется У Дума Ну в целом Вот эти два персонажа Уже могут вообще Абсолютно любые артефакты Собирать Абсолютно любые И Эти артефакты Будут только в пользу А теперь они приходят У нас Дафа Сянгза И смотрите Прям как Неудачно пришел Дриспроф Он может от тебя даст Крутые хорошие кстати ставят Это Единственный плюс В данной ситуации И Вирь скорее всего Фраг сделать не может Кто-то до конца бежит Может быть небольшой байт Сянгзайт А ультимейтор купил Думает что он Неубиваемый персонаж Но там же есть лаби Ай лаби левел пятый Да ладно Что сделает лаби Левел пятый А Скажите мне пожалуйста Статик шторм Нету В 17-м До встречи Это конечно провал Ну с другой стороны Где его убивали Где ему фармить Если команда Ничего сделать не может И суппорты тоже Ничего сделать не смогут Ну что Два внешних тавера Осталось у фд Между тем Снизу и на мидлейдни Их конечно же хочет Получить Дидидидидзи Тафа Ну тут Дидидидзи просто ждал Так просто С куртами спрятаться не получится Дидидидзи делает пьен Год лайк Ну вышел Вышел момент конечно Он просто ждал Того кто придет У нас дефать тавер И дождался Ну и чейс Еще 300 Майнер 3-3-1 Пытается Лаби Получил Кейстик шторм И сапог есть уже Более или менее Ну третий Некра еще живут 9 секунд Немножечко подпушит Тауэр Дидидидидидзи готов врываться Есть SonicWay 2 уровня Дайте противник Он все сделает сам Так Лэнс пошел в атаку Просто под ускорение Под хостой Встречай Кстати Стан и Вайпер Страйк Ставится еще конечно Статик Шторм Но здесь Здесь рапшин Хороший Шаду Демона Подцемливает своего тиммейта Спруты Возвернули SonicWay 2 В Дидидидиди просто ворвался Во всех Моментально минусую чейнца У КСа 3 стака Шаду поезда Дидидидзи Блинкаут Смотрите Дум-то отдался И Шаду Демона Чуть был не отъехал Так что еще как-то держится Ребята из ФД Ну правда Им топ-лейн пушится Это мел Выходит Вайпер Да Ну и отбились Пока отбились Смотрите Дидидиди снова спрятался Он снова ждет Того самого Нэш Спрэфта Который придется нафармить Приявляется Вторая Обливент Став Ну и Многие зауки там осталось Сейчас чуть-чуть Нафармить Да 23 на 7 20 минут до встречи Пока ФД держится Непонятно на чем На морали может быть Какой-нибудь Но держится Тянгзай Находит Фата Да Фа Почему-то мне хочется Ребен назвать его Фатой Ник похожий Матер Смать Стивартин Клопа снесла Тавар Да Вызыв Тиграномиконов Моментально Тут усматывается Хватает В принципе Уже на Оки Ленд Сплит Мэйл А так Погонять его Т2 Тавар Ну в общем Зажались Пока на базе ФД По этой делу Из базы Они далеко Выходить Не будут Ну и Дождутся Лишь того Момента Когда Эрр Готовы Будут Нападать Сами По всей Близи Они уже Должны быть Готовы Слишком Много Артефактов Здесь Секл Даун Прошли Вики Только Могли быть И Вивер Себе Ликен Сверо Дофармил Так что Надо куда Отврываться Ну правильно Пишут Да Горд Винрейт Он тут Свой Конечно Понизит Этот тинкер Ну Не знаю Не видоват Здесь пик На самом деле Да То есть Пик Вполне Боевой Атерации Можно Выигрывать Тоже Можно Вот Ну просто Фит Просто Какие-то Нелепые Отдачи На Мид Лейн На Нижнем Лейне Опять же Сначала Фд это было Неплохое В трипле То есть Остальные Лейны Ненавидели Но было бы Все хорошо Так Вапа Конечно И дум Бегает Проблем Вообще Не знаю Топ Один По Ну что У ДТЗ Кулдаун На Некромиконов Пройдет Буквально Через секунду Значит Можно Спушить Т2 Тауэр В целом Глифа Здесь Тоже Не Наблюдается Кулдаун Путбастер Покупает Себе Каес Чейнс Вызывает Машинская Кстати Может Встрять Сян Зай Уже Пошел Вперед Спили ему Линку Дум Тоже С спины Будет Заходить А чейнс А моментально Дум Как же Чейнсы Хейтят Отправляет Его в таверну Ставит Стикшторм Можно убивать Тау Вивера Через татикшторм Вайпер Старик Заезжает Не успевает Отдать Таймлэпс Отдать 1-1 Хабабраги Дальше Убивает У нас Здесь Врэф Кигапа Это Делом А ну и Нет у него Просто на Перерождении Ввиду того Что есть Некромикон Который Разбивает Неклохо Так У нас Здесь Джонни спрятался Дафа Дисрапшн Приходит Нас КС Лэнс Ну и Соник Вейв Заезжает Ментально Конечно Здесь Понарь Спроф Пролетов Наверну Тэп Аут Прожал Дум В наглую КС Наверно Просто Уйдет Ну и В целом Драка Выигрывает 1-3 26-8 Счет 23-м До встречи Ну знаете Сейчас такие драки Непонятно На самом деле Происходят Ни за что Я такие драки Не очень люблю То есть Если вы идете Драться Да То есть Направленно Драться За что Если вы Выигрывает Драку Будет Образить Цитал Забрать Рошана Хоть что-то Сделать А так Получается Размино Да Я уже Начинаю Заговариваться Немножечко Так вот Разменяли Собственно Ну и все Отреспаунились Окей Будем продолжать Дальше пить хрипов И крафтеры Теренем Появляется Недриспроект Вайвер Полаганим И собрано Ну в рейтинг Понятное дело Без шмоток Есть ПТ Есть Брейзер Дисраптор Покупает себе Кстати Поинт бустер Ну вот Пока затягивает Игру Эрро Умудряется Какие-то шмотки Все вназить в ФД Я Ни в коем образом Конечно не хочу Сказать о том Что они сейчас Сделают Какой-то камбэк Или что-то еще Просто Просто шмотки Не какие-то будут Значит что Ребятам из Эрро Будет немножечко Сложнее сложаться Дизей у нас Дизей у нас 2100 Офармил после Окида Впрыгивает Рассказ Да фу Даггер дает Некрономикон И есть Миказов Хорошо Подхили Вайперстрайк Дизей небольшие Проблемы Да ладно Да ладно Блинкаус Сделал Но вайпер Вайперстрайк Ему его просто съел Яд Его дагрыз И сбили Бингот лайк А тут Эрро Конечно же Начинает ошибаться Ошибаться Никаком случае нельзя Аганим Видимо Фармил себе Вайпер Потихоньку Потихоньку Да то есть Сейчас Подарил Сколько там Дедник получается 3300 Просто взял И подарил Вайперу Соответственно Сразу появился Аганим Неплохо Да уж Ну и дафа Сейчас Сэмлису Фармит себе На третий Некрономикон Чейнс у нас Таггерс И купил 1200 монет Сверху Левел 11 И второй Реарм уже Хорошо И вот такие вот Марш-машинцы По всем линиям Отпушивает линии И фармит Пытается что-либо Сделать Как тортин от противника Ну вот Пайп Появляется у Дума Ну да Пайп Ну Против кого Интересно Пайп Вот так вот Если посмотреть Ну может быть Это Вайперстрайк Может быть Шторм Ну не более того Ну тинкер Окей Лазер Там какой-нибудь Я не знаю Хотя лазер Часто Ну пусть будет Пайп Просто поплотнее Станет Хамадеру И в целом Это уже приятно То есть здесь Думаю Понятное дело Выполняет роль Такого танка Инициатора Жить ему нужно Подольше В замесе Ну купит себе После плейтмэла Еще какую-то Я не знаю Шиву И будет вообще Уже все шоколадно Дайер Дайер Что позволяет Тинкеру Делать Обычно В любом папе То есть Вот так вот Давить линии Летать Стороны в сторону Там Марш Пашин Сформить Формить 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 Ровно до тех пор Пока вдруг противники Не поймут Что ребят Надо уже сносить То тинкер Мало или что Там Выправит Себе Какие-то Шмотки И начнет Еще Претендовать На победу В этой карте Но видимо Эрро Думает Что пока Владеет Ситуацией Поэтому Особо Не торопится Что-то Деван Прикупил Себе Увидим Мекку Такой тайминг Мекка Получился 26 минут В целом Нужно Конечно Артифак Дазл 1700 После арки Инпутсов Левел 11 Второй Гиф Дафа Третья И Та персонажи Которые были Под смоком Они такой байт Изображали Это значит Профита Ну что Решили Северо Пойти по миду Вызывает Некрономиконов У нас ДДЗ Спалился Видимо Еще и Дум Вон Скрипаем Не зашли Тауэр падает Есть глиф Фортификейшн Но деф Наверное Не будут Ребята Споты Или будут Фортификсы Глиф Вайпер Страйк Лэнса Насобо Не почувствовал Ну и Дум Тауэр забрал Ну вот снизу Дадет сплитпуш Неужели отойдут Ребята из Эро Да отходят Будут еще Лайв Ну я не знаю Дорогие друзья То есть Начальная доминация Просто Раснос противника За 17 минут И следующие 10 минут Какая-то Ерунда происходит На карте Решили Утариться Фарм Решили игру Затянуть С чем это связано Я пока не особо понимаю Окей Это их полное право В принципе Видим что графики Растут конечно В пользу Эро Но уже не так сильно С учетом инфляции Так можно сказать Что вообще Преимущества Никакого нету Эро за последние пару минут Хотя конечно Цифра В 20 тысяч По деньгам И по экспе Она конечно О многом говорит На 28 минуте Знаете в самом деле Как бегает Как летает У нас чейнс Что он делает Пантбустер Все покупает А ну мы да Мы знаем Конечно Что аганим Добавляет Нас Тинкеру Четыре ракетки Вылетают Там Как здорово Может быть Да штука полезная Продемонстрирует Во всей Своей красе И чейнс Штука аганим Для тинкера Так Что с тобой Кабешками поможет В принципе да И шивы появляются У дума Ну вот может быть Этих артефактов Ждали ребята Из Эро Я очень надеюсь Что именно этих А не каких-то еще Ну вот хотя Еще вот Дезолятор Прикупает себе Ксянгзай И тоже вроде как готов Ну вот видимо В пятером Собирается Эро По миду Отправляется в чужие леса Кого-то искать Пайпер Покупает себе гем Здесь рад Один поэтбустер Но фармить ему Понятное дело Негде Он жертвует Свой фарм Для фарма Своих тиммейтов Ну и чейнс Пытается конечно же Спитпушить Восток кстати есть У него осталось всего лишь 800 монет И будет уже готов Огоним На помиду Правда заход от Эро Включается Пайп Пошел Вив Вив не касается Кстати что интересно Дума Пытается ли выйдить Вайпер Страйк Даггером Маши машины ДДЗ впрыгивает вперед Даггер дает БКБ Шукай специально очень быстро Соник Вейб Не глядь Дает у нас ДДЗ Расправляется вентально С Вайпером Есть ли Байбэк Давайте посмотрим Вайпера Байбэка нет Это Драка 4 на 5 Один дэп Включается Ракетки ставят Стотик шторм Весьма неплохой По троим Но продолжения нет Никакого абсолютно И это не очень хорошо Стотик шторм получился Даггер Ну и падает Мидлей Ну ребята Из ФД Ну что на нижний Лейд Будут перемещаться Ребята из Зеро Хотят заканчивать игру Сразу же с этого захода Там у нас ИДЗ кстати пошел на деф Ну тут у нас шалит Мечас Профт Конечно же пытается Приклушать Так Ну и Тауэр Здесь грызть не дают Ну задача минимум Все равно выполнена Теперь смотрите Вернули на Глемсе Лэнса Лэнс Без БКБшки Вот очень плохо Конечно Прожимаешь Байфу Пытается уйти И в принципе Получается Так ТП на топ Ксянгзай Пошел на дафу Подизолятором Очень больно Его убивает Нормальный Количество здоровья 2400 Поэтому живых остается Спокойно Телепортейш Перед носом Провязал и ушел Ну вот так Как я уже начал Говорить Что за чем Минимум Выполненную Эрру Они снесли Мидлейн Без особого Спротивления Без особых Потерь Не страчивая Много ресурсов Ну а значит Таким же Тэпом Можно собраться На другом Лейне И пытаться Ложим Спушить Ну что Торогие друзья Продолжаем Смотрите То что подсоединился Я вам напомню Что мы смотрим Четвертый раунд Все квалификации На интернешнл Конечно же У нас первый Игровой день В рамках Именно Квалификации Этого дивизиона Ну и играет Эрру против Ферти Патра Эрру Который сейчас Топ 1 Ну На текущий момент В рамках Квалификации У них 3 победы Без поражения идут В целом В этой карте Они тоже пока идут На четвертую Свою победку У ФД Ситуация немножечко Похуже Ну как немножечко 1-2 у них стат Им проигрывать вообще нельзя Чтобы претендовать На выход в плей-офф Ой смотрите Все таки Не Аганим А Солл Бустер Покупает себе Чейнз Будет делать себе Блудстон Я думаю Все таки пойдет в Аганим Был бы поинтереснее Посмотреть Но все таки Пока видим Этот артефакт В профессиональной татасцене Не юзабелен Вообще Ну и Чейнз потеет Чейнз потеет Я это вижу Я это чувствую Я смотрю на его Нетворс Он топ-5 на карте Он пытается не оставать Оппонентом Но когда так Нафидили конечно Его тиммейт Тут уже ничего не сделать Как ты не старайся Как ты не потеет А вот Из-за резерен Когда ты в папочке Гоняешь конечно Ты вроде тащишь Там подсобрался Все там Не кришь как хочешь Вот-вот смотрите ЕДЗ И Ну Тут нормально В принципе Выжил КС У него был Меканцем И Видим Что Окет так сильно Не дал потом В конце Ходил Идет моментальный Сплитпуш Третий Некронмекон Смотрите Третий Тауэр Немножечко подгрызает Нэрисплейф Конечно Жуткий-жуткий тип Это очень неприятный И вынужден Постоянно Дизайн Отвлекаться Еще вот Видимо Убивает Некронмекона Сам остается без хп Блудстон Формил себе Чейнз Ну вы знаете Потихоньку Помаленьку Артефакты растут ФД формят Я не знаю Купит Дисраптор Какой-нибудь Огоним себе Да И вот Один замес Один маленький Замес Которым Дисраптор Поставит Ультимейт По всем Он уже Это демонстрировал Он ставил Кстати Штурмы По трем Необходимым Персонажам То есть Он конечно же Может это делать И по большему Количеству людей Я уверен Ну вообще Вот Кстати Вот Ну Чейнстинкер Да конечно Это тоже Классика На самом деле Лапи на Дисрапторе Это Ничем не хуже Классика В исполнении Этого суппорта Вообще Даже вот На портале Джоинтод Например Описании Комманд Даже написано Что Самые лучшие Игры От Лапи Это на Дисрапторе Его просто Какие-то Потрясающие Глимсы И В пятерых Он умудряет Стоит Шторм Терене В замес То есть На замес Как начинается Дидзи заходит Под БКБ Я моментально Буду убивать Там он еще и потом Он бесит Дисрапшин Другого спрятали Спрятали Здесь у нас В рейвкинга Которого будут убивать Два раза Мало не успели выжечь Да Ну и на второй раз Конечно Тоже он Немножечко Подставили Загуляли Ребята С ФД Наверное Их подловили С ним смотрите В неверте Временем И пытается Наверное Сразу реализовать Путем сносы Еще одной стороны Откатился Здесь у нас Видим Глиф Фортификейшн И Чейнс уже Выдает Двойную пачку Марш Фашинс Пытается Как-то дефать Ну а ДДС Просто в Бокс Ошел Да Такой Некрой Фонами Пайпа Включается Ну и Сносит Ритал Ривер Конечно же Отправляют В деснапшин Чтобы было Побольше Иллюзий Падает Нашняя сторона Не успевает Смитпушем Зайти у нас Ребята Спадают В другую сторону Разменяться Тоже Неважно Не получается Сразу Т-4 Пошли Ребята Из-за Заро Заканчивать Эту карту Нет Все-таки Камбэка Здесь сделать Не получится Слишком Много Было Одано В начале Игры И это Уже Не компенсирует Ничем Ни каким-то Старанием Чейнца И не Даже Аганимом Например Радистрап Пытается Прежде Да У нас Намновить Топ-линию В Радианс Т-4 Остался Голый Трон Теперь Режили Ребята Из-эро Отстан Ну Заканчивать ТП Это Топ-сед Да Ну Такие Тера В общем Не стали Сразу Суицидиться В трон Хотя Могли Это Сделать Да Фот Мирает Конечно В этот раз Дэмэджи Хватает Радианс Топ-тавер Заканчивать 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 Вайпер Заканчивать На развороте Дум Забрал Вайпер Все-таки Режили Развернут Ребята Из Эро Дидизи Влетает Убивает У нас Видим Еще И Дисрап Падает У нас В рейв Кенч Победу ФТ Третье Поражение И только Одна Победа Вот так У нас Заканчивается Дорогие Друзья Четвертый Раунд Там Параллельно Еще Напоминаю Идут Стримы С 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